Тюрьму особого режима по частям распродают в Павлодаре. Разработчики проекта обещали соблюдать международные стандарты содержания заключенных. На реконструкцию и строительство выделили почти 4 миллиарда тенге, но колония так и не заработала. Сейчас от здания остались только стены и потолок. Желающих купить объект не нашлось, и его разделили на 11 частей. Торги проводятся по сей день. Евгения Мягченко расскажет подробнее. Мы в северной промышленной зоне Павлодара. В этом здании должны были отбывать свой срок особо опасные преступники, осужденные к пожизненному заключению. На реконструкцию бывшего химического завода и дальнейшее строительство было выделено почти 4 миллиарда тенге. Но колонию на полторы тысячи человек так и не достроили. Теперь нам о ней напоминают лишь пустые одиночные камеры для содержания преступников. Теперь власти пытаются продать эту территорию, которая превышает 12 гектаров. Незавершенный объект в руки властям города попал в 2014 году. Торги начали проводить в 2017, но желающих купить комплекс не нашлось. В 2020-м объект для продажи разбили на 11 частей, но и тогда не удалось продать ни один земельный участок. Несостоявшаяся колония находится под охраной. Попасть без разрешения Акимата внутрь невозможно. Звонят, сообщают с Акимата представители. Нашему руководцу сообщают. Далее наш руководец дает указание пропустить в сопровождении сотрудников Акимата. Сотрудники Акимата уверяют, что в настоящее время комплекс находится в удовлетворительном состоянии. Однако, то ли из-за цены. Самый дешевый объект стоит 9 миллионов, а самый дорогой 1 миллиард. То ли из-за состояния самого комплекса ни одни торги не состоялись по причине отсутствия желающих. Объект же не завершенный. Там в любом случае нужны вложения, инвестиции нужны. На сегодня данный объект вообще нам перен без подведения ИКИ, инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В этой связи на сегодня на его содержание деньги не расходуются, бюджетные. Однако, ежегодно выделяются средства на охрану объекта. На эти цели только в прошлом году было предусмотрено 2 миллиона 100 тысяч тенге. В этом году уже 3 миллиона 248 тысяч тенге. И пока не удастся распродать все 11 объектов по отдельности или же всю территорию сразу, эта строка расходов останется. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область.